Потребление продуктов богатой клетчаткой освоит к минимуму риск развития ряда заболеваний. Одной из основных причин смертности в развитых странах является сердечно-сосудистые заболевания и была задокументирована сильная корреляция между риском сердечно-сосудистых заболеваний и потреблением продуктов с высоким содержанием клетчатки. Несколько клинических испытаний показали, что повышенное содержание цельнозерновых продуктов в рационе значительно снижает уровень холестерина в крови и улучшает соотношение липопротеинов высокой плотности к липопротеинам низкой плотности, а также снижает риск инфаркта. Сообщалось, что риск смерти от ишемической болезни сердца снижался на 17-35% при употреблении каждых дополнительных 10 г пищевых волокон. Также было обнаружено, что пищевые волокна снижают концентрацию цирреактивного белка, маркера воспаления в организме и преддиктора ишемической болезни сердца. Кроме того, в исследовании при обсуждении результатов особое внимание уделялось влиянию пшеничной клетчатки, а также отрубей и арбиноксиланов из отрубей, поскольку они являются доминирующим источником клетчатки во многих западных странах. 39 из 42 исследований продемонстрировали увеличение разнообразия или численности микробиоты после употребления интактной зерновой клетчатки, причем эффект проявлялся от 24 часов до 52 недель. Увеличение содержания пшеничной клетчатки всего на 6-8 грамм было достаточным для достижения значительного эффекта. Продолжительность исследования варьировалась от 1 дня до 12 недель, при этом одно исследование длилось более 1 года, и требуется исследование стабильности микробиоты после долгосрочного изменения диеты. Правда, увлечение потребления зерновых волокон следует поощрять для общего хорошего здоровья и разнообразия кишечной микробиоты.